Палата представителей Конгресса «Украинские военные хотели бы активнее вести собственное наступление, но пока на северо-востоке страны они в очередной раз вынуждены обороняться» – пишет Нью-Йорк Таймс. Оказывается, западные партнеры еще не согласовали план обучения украинских пилотов полетом на истребителях F-16, пишет «Политику». Шеф-повара экс-президента Барака Обамы Тафари Кэмпбелла нашли мертвым в пруду на острове Мартас-Вайнярд в штате Массачусетс. Присяжные в лондонском суде признали актера Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах. В США готовятся огласить приговор бывшему врачу-гинекологу Роберту Хэддену, обвиняемому в насилии над сотнями пациенток. Суд присяжных не смог вынести вердикт по делу рэпера YNW Мелли, настоящее его имя – Джеймел Дэмонс, которого обвиняют в двойном убийстве. 72-летний драгдилер арестован по подозрению в причастности к смерти звезды сериала «Прослушка» Майкла Кеннета Уильямса. Во Флориде пришлось эвакуировать более 300 постояльцев отеля «Хилтон» из-за пожара, который устроила девочка-подросток. В Неваде двухлетний мальчик умер от поедающей мозг амебы. В преддверии национального дня горчицы, который отмечается 5 августа, бренд Skittles выпустил драже со вкусом горчицы. Дамы и господа, эти темы мы и рассмотрим в нашей сегодняшней программе. Палата представителей Конгресса может довести разбирательство о предполагаемых коррупционных схемах Байдена до вынесения импичмента главе государства, считает спикер Нижней Палаты Кевин Маккарти. В эфире «Факс Ньюс» он отметил, что речь идет о возможном получении миллионов долларов семьей главы Белого дома от Китая. Цитирую, когда Байден баллотировался в президенты, он сказал американцам, что никогда не говорил о бизнесе. Он сказал, что его семья не получила ни доллара от Китая, но сейчас мы доказали, что это неправда. Дело дойдет до расследования для вынесения импичмента, что даст Конгрессу самую мощную власть для получения всей необходимой информации, пояснил Маккарти. Он добавил, что Соединенные Штаты не видели подобной политики со времен 37-го президента Ричарда Никсона, который стал единственным главой государства в истории страны, досрочно покинувшим свой пост на фоне отергейского скандала. Маккарти подчеркнул, что Байден по факту действует в угоду интересов своей семьи. Ну и сын президента Джо Байдена Хантер передумал признавать свою вину по делу о неуплате налогов и хранении оружия. Он изменил решение после того, как федеральный судья в штате Делавэр заявил, что ему, как он сказал, необходимо дополнительное время для рассмотрения ранее заключенного с прокурорами соглашения о признании вины. Мы как-то неоднократно уже говорили об этом в нашей программе. Ранее сообщалось, что сын президента пошел на сделку со следствием, признав вину по статьям, касающимся налоговых махинаций. И в среду телеканал CNN уточнил, что досудебное соглашение было пересмотрено и сделка возобновлена в ограниченном виде. В отдельном заявлении, сделанном Белым домом, говорится, сам президент США и первая леди Джил Байден любят и поддерживают своего сына. Расследование прокуратуры было начато еще в 2018 году, то есть во время администрации экс-президента Дональда Трампа. В документах, поданных в федеральный суд в штате Делавэр, Байдена-младшего обвиняют в неуплате налогов в размере более полутора миллионов долларов, хотя он якобы задолжал более 100 тысяч долларов. Ранее адвокаты обвиняемого заявляли, что в итоге он расплатился с налоговой службой США в полном объеме. Но в рамках отдельного производства Хантера Байден обвиняется в незаконном владении еще и огнестрельным оружием. Это считается тяжким преступлением, поскольку Хантер признан зависимым, как было сказано, от контролируемого вещества, то есть от наркотиков. Ну а накануне явки сына президента Хантера Байдена в суд для заключения сделки о признании вины в налоговых преступлениях, которая позволила бы ему избежать тюремного заключения. Республиканцы Палаты представителей и консервативные группы решили вмешаться в дело, призвав судью отказаться от соглашения. Об этом сообщает ряд газет, включая и Нью-Йорк Таймс. В прошлом месяце Хантер Байден, еще раз напомню, заключил сделку с Министерством юстиции. Он решил признать себя виновным по двум обвинениям в неуплате налогов во время 2017 и 2018 годах и принять условия, которые позволили бы ему избежать судебного преследования по отдельному обвинению в хранении оружия. Республиканцы предоставили в суд показания двух свидетелей службы внутренних доходов, те утверждая, что сын президента получил преференции от Министерства юстиции. По мнению республиканской стороны, решения о предъявлении обвинения и переговоре о признании вины были испорчены неправомерными действиями на самых различных уровнях правительства. Но поскольку сын президента, закона для него, естественно, нет. Ранее стало известно, что Хантер Байден десятки раз, оказывается, звонил своему отцу во время вице-президентства Джо Байдена, во времена президентства Обамы, чтобы привлечь потенциальных деловых партнеров и зарубежных инвесторов. Байден использовал своего отца в качестве козыря более чем на четверти деловых встреч. Кто бы в этом сомневался. Сенатор-республиканец Тайовы Чак Грасли раскрыл документ ФБР, в котором со ссылкой на источник описывается коррупционная схема украинской энергетической компании «Буризма» с участием президента США Джо Байдена, в то время вице-президента. Отмечают, что компания предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы, как сказано в документе, он через своего папу защищал от всякого рода проблем. Компанию своего папу защищал от всякого рода проблем. Также он якобы заявил, что решение вопроса обойдется в 10 миллионов долларов, которые отец и сын Байдена поделят поровну. Украинские военные хотели бы активнее вести собственное наступление, но пока на северо-востоке страны они в очередной раз вынуждены обороняться, пишет New York Times в материале о российских наступательных действиях. Вдоль обширной линии фронта, длиной почти в тысячу километров, которая пересекает восток и юг Украины, российские военные в основном занимают оборонительные позиции, рассчитывая на свое превосходство в воздухе и миллионы установленных мин. До сих пор им удавалось предотвратить крупный прорыв украинских военных. Однако на северо-востоке Украины, вдоль примерно 100-километровой линии фронта вокруг Купенска, Сватова и Кременной, российские военные пытаются наступать с помощью беспилотников, тяжелой артиллерии и серии наземных штурмов. В некоторые дня они стреляют без остановки, рассказал New York Times один из украинских военных. Интенсивность боевых действий в этом районе Украины то уменьшалась, то увеличивалась в течение почти года, но бои привели лишь к незначительным сдвигам в позициях на передовой, отмечает New York Times. По словам украинских военных, с которыми представители газеты, журналисты поговорили, тактика России в этом районе напоминает бои в Бахмуте. Россияне пытаются добиться небольших успехов, полагаясь на большое количество личного состава и оружия. Перед штурмом российские военные обстреливают украинские позиции с помощью ракет и минометов, стремясь уничтожить блиндажи и контузить уцелевших украинцев. После этого в атаку идут штурмовые отряды по 10-12 человек. Газета обращает внимание, это не профессиональные военные. А вот за этим штурмовым отрядом из непрофессионалов находятся чеченские бойцы, не дающие первым рядам отступать. А уже потом в атаку идут профессиональные военнослужащие. То есть вот те непрофессиональные военные, мобилизованные, это и есть вот это вот пушечное мясо, то что называют. К счастью, по словам украинских солдат, россияне не знают этот район достаточно хорошо и атаки носят скорее хаотичный, чем скоординированный характер. В последние дни российские военные заявляли о небольшом продвижении на участке от Купенска до Кременной, и Киев отправил опытные подразделения для усиления позиций в этом районе. Британская военная разведка, отмечает Нью-Йорк Таймс, считает, что возобновление активности на северо-востоке подчеркивает важность региона для Кремля, учитывая, что это происходит в то же время, когда Россия сталкивается со значительным давлением, как отмечено на юге. Российские военные рассчитывают выйти к реке Оскол, протекающей через Купенск, примерно в 50 милях к северо-западу от Кременной, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области. Точно так же, примерно в 100 километрах к югу, они неоднократно пытались наступать в направлении Лимана, который Украина отбила в октябре, пытаясь получить стратегический плацдарм для дальнейшего продвижения в Донецкой области. С другой стороны, если украинцы смогут удержать свои позиции и в конечном итоге продвинуться в направлении Кременной, они могут перерезать критически важную российскую линию снабжения и попытаться обойти Бахмут с тыла, поясняет Нью-Йорк Таймс. Но еще одна публикация. Оказывается, западные партнеры еще не согласовали план обучения украинских пилотов полетом на истребителях F-16, пишет Политику, со ссылкой на американские источники, знакомые с обсуждением этого вопроса. Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение пилотов, но до сих пор ни одна страна публично не присоединилась к программе, напоминает Политику. Украина усиливает давление на союзников, чтобы они поставили ей F-16. По данным Политику, одно из обсуждаемых предложений по обучению предполагала отправку украинских пилотов в Соединенные Штаты для прохождения обучения в 162-м авиакрыле американских военно-воздушных сил в Аризоне, где уже обучают иностранных партнеров полетом на F-16. Однако, по словам двух официальных американских лиц и одного европейского чиновника, эта идея не нашла поддержки, отмечает издание. Другой план предполагает отправку американских военных летчиков в Европу для обучения украинцев где-то за пределами своей страны. По словам двух официальных лиц американцев, никаких окончательных решений принято не было, пишет Политика. «Сотрудничество продолжается», — сказал один из чиновников. Ну, пока сотрудничество продолжается, как мы понимаем, контрнаступление активно, в фазу никак не может войти украинских вооруженных сил, поскольку любая европейская армия, прежде чем наступать, она бы подготовилась в воздухе к какому-то преимуществу. У украинцев преимущества в воздухе просто нет. Шеф-повара, экс-президента США Барака Обамы Тафария Кэмпбелла нашли мертвым в пруду на острове Мартас-Ваньярд в штате Массачусетс. Об этом сообщают СМИ. И в публикации в ABC уточнили, что тело 45-летнего повара обнаружили утром 24 июля в пруду города Эдгар-Таун на глубине около 2,5 метра и более чем в 30 метрах от берега. На каноне Кулинар ушел заниматься одной из родновидностей серфинга, падал бордингом и не вернулся. Тафария был членом нашей семьи, цитирую, он был творческим и страстно увлеченным готовкой и ее возможностью сближать людей. Так уточнили в совместном заявлении бывший глава дома, его жена Мишель. Супруги Обамы признались, что запомнили Кэмпбелла как теплого, веселого и невероятно доброго человека, который делал их жизнь намного ярче. Ну и журналисты напомнили, что повар продолжил работать на семью Обамы и после окончания его пребывания того, Обама имеется в виду, на посту президента. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.